не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем давайте посмотрим как именно выполнять аффирмации я предлагаю лишь один из вариантов на самом деле их множество мы начнем с одного-двух самых общих словесных утверждений попробуем проделать их вместе затем мы рассмотрим более специфичные аспекты повседневной жизни деньги здоровья и взаимоотношения вот пожалуй наиболее проблематичная сфера жизни большинства людей какая-нибудь из них может быть особо значимой для вас есть еще одна сторона жизни которую каждый может добавить сюда она связана со стремлением изменить мир посредством личной активности желание участвовать в привнесении чего-то значимого в этот мир поиск смысла и прочее что вы рассматриваете как стоящее у людей есть такое желание и она не обязательно исходит от их эго она проистекает из глубины на которой вы ощущаете что действительно способна внести переменам жизнь вы чувствуете в себе силу ей нужна реализация вовне остается только найти доступ к этой внутренней энергии и в какой-нибудь форме внести ее во внешний мир да приходится совсем этим иметь дело вы стараетесь максимально улучшить свою жизнь заставить течь ее более гладко вы стремитесь внести свой вклад в виде какого-либо сервиса и создать нечто принципиально новое одним словом вы хотите привнести что-нибудь полезное что сделает жизнь лучше возможно вы уже что-нибудь нашли и теперь думаете как развить свое дело вы хотите охватить своей активностью как можно больше людей и его еще не выяснили для себя в чем состоит ваше призвание по-прежнему много людей ищут свою главную цель в жизни при этом надо понимать что на виду с поисками главного следует предпринимать все возможное для гармонизации взаимоотношений для создания определенного потока благополучия чтобы поддерживать свое здоровье так долго насколько это возможно необходимо принять на себе ответственность за свою жизнь и делать все настолько хорошо насколько можете это важно но не считайте что во обстоятельствах вашей жизни заключен источник окончательного и предельного удовлетворения да именно так сначала найдите этот источник окончательного и предельного удовлетворения и он находится в здесь и сейчас и вам не нужны никакие аффирмации хотя некоторые указатели на этот источник могут оказаться полезными вы можете сформировать для себя несколько словесных форму они будут указателями направления дорожные указатели полезно до тех пор пока вы не путаете их с местом назначения и так источник окончательного и предельного удовлетворения это знание себя как сознание как присутствие если вы лишены того что я иногда называю трансцендентным измерением тогда неважно чего вы достигнете в жизни это не сделает вас счастливыми разве что ненадолго так всегда любая ситуация хрупка она постоянно меняется как и каждый человек если вы ищете кого-либо кто беспечит вам окончательное предельное удовлетворение этим сделает вас счастливыми как не получится поэтому будьте осторожными со своими ожиданиями с тем что могут вам дать взаимоотношения замечательно иметь гармоничные отношения с отдельным человеком или вообще со всеми людьми конечно такое является составной частью пути пробуждения сознательные отношения это отношение более уравновешены но они могут сложиться только в том случае если вы не ищете у них источник своего окончательного удовлетворения потому что каждый ваш претендент в конце концов разочарует вас люди существа непростые человек состоит из множества энергетических формаций которые вынуждены сосуществовать вместе можно назвать их множеством под личностей и тому подобное вы взаимодействуете не с монолитной персоной личность состоит из различных частей некоторые из них могут быть не очень осознаваемыми и так если вы рассматриваете другого человека в качестве решения проблем связанных с ощущением неполнотой жизни вы будете разочарованы непосредственно взгляните на свое чувство нехватки чего-либо на страх являющийся составной частью этого чувства откуда он возникает вы обнаружите что страх и чувство отсутствия чего-то главного создается бессознательная активность ума сюда же входят и ваше тело боли тело страданий периодически она активизируется ему надо немного пострадать при страсти к страданию трансцендентное измерение освобождает вас от зависимости от всего внешнего при этом она придает силу вашим творческим способностям однако у вас не возникает зависимости от того что вы создаете не происходит раздувание чувства я основанного на результатах вашего творчества поэтому давайте начнем с обнаружения в себе трансцендентного измерения она здесь всегда не нужно времени чтобы оказаться там трансцендентное измерение здесь и сейчас у вас бода называл его пустотой но лучше интерпретировать это как пространственность простор то что иисус определял как царство и небесное которые также лучше понимать как пространство где находится пространство о котором они говорят для этого приостановите поток мыслей прямо сейчас на какой-то момент вы перестанете знать кто есть вам и не надо сейчас знать кто вы есть когда вам станет комфортно с незнанием кто вы есть то что останется это ваши сущностные я или ваше бытийствование которые суть сознания знание себя как бытийствование как сознание является источником окончательного удовлетворения в жизни вы сможете продолжать воспринимать себя как бытийствование даже если внешний мир и начнет рушиться наступает глубокий покой но не мертвый а живой иисус называл его покой превосходящий всякое понимание так как он не проистекает из обстоятельства вашей внешней жизни таков между прочим путь отречения от себя когда иисус говорил отвергни себя он имел ввиду осознаешь что в своем пределе я нереально и оставайся с тем что я с присутствием и не по-другому сознанием такова первоосновная по-настоящему духовная практика через какое-то время она перестает быть практикой она становится естественным способом воспринимать самого себя не столько персоной сколько фундаментальным пространством присутствия то есть сознание по-другому сказать вы есть сознание которое осознает что вы есть сознание вы осознаете что вы осознаете это единственное что вы сейчас знаете вы знаете что вы осознаете но даже это не вполне верно сознание узнает самая себя и она есть вы если вы проникаете на этот уровень вы оказываетесь в трансцендентном измерении потребуется высокой степени верности чтобы в повседневной жизни поддерживать установившуюся связь с невидимым она не будет такой интенсивной как данный момент однако она вполне может сохраняться на заднем плане вы будете заниматься своими делами станете о чем-нибудь говорить но на заднем плане все время алертность и вы это постоянно чувствуете так вы будете жить оставшуюся часть жизни можете практиковать какие-нибудь аффирмации если такого будет ваш выбор не все захотят не всем это надо практику манифестации всегда начинайте с обнаружение в себе трансцендентного измерения защищение себя как присутствие давайте проделаем одну универсальную аффирмацию например моя жизнь и наполнена творчеством успехом и процветанием никто не будет возражать против такого утверждения в нем нет ничего что захотелось бы оспорить но можете ли вы почувствовать эти слова как реальность тут на передний план выходит то что традиционно называют вера она работает очень просто алертное интенсивное присутствие вы соединяете воедино с произносимыми словами моя жизнь наполнена творчеством успехом и процветание вы ощущаете силу своего присутствия и она сливается со словами очень важно оставлять пространство после слов моя жизнь наполнена творчеством успехом и процветанием и затем вы чувствуете энергию своего присутствия которая является источником творчества успеха и процветания успех и процветания в недифференцированной форме уже есть в бытии как наше присутствие творчество рождается отсюда достижение приходит отсюда преуспевание подлинное преуспевание есть чувство преуспевания настоящее преуспевание это не бесчисленное множество вещей хотя она и может манифестировать себя виде приобретений подлинное преуспевание это чувство преуспевание а что такое полнота жизни опять же в непроявленном виде она содержится в присутствии присутствие еще не выразила себя в конкретных формах но она является источником всякого изобилия надо верить что произносимые вами слова являются действительность надо чувствовать присутствие то есть трансцендентное измерение так как все проистекает из него и так моя жизнь наполнена творчеством успехом и процветанием одна сессия аффирмации длится 10-15 минут больше не надо на 10-15 минут вы отходите в сторону от своих дел и сосредотачиваетесь на одном или двух утверждений для примера мы выбрали универсальную аффирмацию моя жизнь наполнена творчеством успехом и процветанием сюда можно добавить еще одну небольшую формулу я наполнил силой но вы должны понимать что она означает это не силы и к не превосходство над другими это созидательная сила универсума который является не дифференцированным чистом сознании сознание до своего проявлению форму это силы силы момента сейчас моя жизнь наполнена творчеством успехом и процветанием моя жизнь наполнена энергией фактически вы сходите воедино слова и чувство присутствия которые по сути является той реальностью что скрывается за словами и это означает верить в невидимом измерении ваше утверждение действительно уже реализовалась поэтому так приятно выполнять эту практику когда творчество успех и преуспевание начнут манифестировать себя вашей внешней жизни вы не заметите разницы с тем чувством которые у вас было когда вы проделывали аффирмации вы не почувствуете себя лучше или более состоявшимися вы просто скажете что происходящее приятно о как хорошо вы можете переживать это как разновидное счастье события разворачиваются благоприятным образом но на глубинном уровне на уровне которые глубже счастья здесь и сейчас вы уже чувствуете подключенность к сире именно эта подключенность и не меняется есть еще один ключевой момент слова на произносить совершенно не прилагаю усилий никакого волевого усилия вы констатируете факт вы чувствуете реальность находящуюся за утверждением одна сессии длится минут 15 это примерное значение более чем 10-15 минут нет необходимости моя жизнь наполнена творчеством успехом и процветанием повторите 10 раз или даже перед каждым очередным произнесением небольшая пауза проговаривать слова вслух более полезно чем мысленно произносить их постоянно ощущайте присутствие для этого перед началом следующей сессии войдите в свое внутреннее тело ощутите внутреннюю энергию это портал в присутствие затем вы удерживаете вместе целостное восприятие тела ощущение жизненной энергии в нем и присутствие которая лежит в основании всего присутствие всюду но поначалу вы ощущаете его внутри себя очень красивое приятное утверждение моей жизни создана достижениями или как мы там говорили я уже забыл затем слова исчезают остается только чувство того что скрывалась за ним это означает что сессия прошла успешно другой способ можно написать аффирмацию 10 раз на бумаге записывая в одновременно проговариваете утверждению вслух так можно поступать с любой аффирмацией слова заключена созидательные силы вы используете ваш ум как инструмент созидания в момент произнесения слова создают реальность вот так происходит работа в общих чертах само прописывание фразы моя жизнь наполнена творчеством успехом и процветанием я наполнен энергией превращается в приятную медитацию даже если вы при этом не делаете ничего другого будет приятная медитация точно таким же образом можно практиковать специфические аффирмации касающиеся например вашего финансового положения я чувствую себя богатым я становлюсь богатым при этом проверьте нет ли вас негативного отношения к деньгам как таковы будто бы они заведомо и зло многие постоянно страдают из-за нехватки денег и они думают что деньги это нечто плохое конечно деньги могут обслуживать эко но важно генерировать чувство изобилия даже если вовне у вас денег нет ради примера скажу большую часть жизни мои доходы были очень не реки я часто не знал как прожить следующую неделю или даже следующий день до написания книги и в процессе работы над ней я немного обучал людей духовного аспекта заработанных денег вполне хватало для выживания и я никогда не чувствовала себя бедным как-то раз из одной публикации я узнала где расположен порог бедности на шкале доходов индивидуума и был удивлен что нахожусь существенно ниже порога бедности странным образом я не ощущал себя бедным потому что во внешнем мире ценил все даже самое незначительное проявление жизни они меня порой приземляли предметы цветы растения я ценил даже стакан воды помню и оказался в группе людей и тогда еще жил в англии у меня с собой было очень мало денег мы зашли в уютный ресторан самообслуживание изысканная это с нами была молодая пара с которой я только что познакомился я внимательно изучил цены и прикидывал что могу себе позволить посмотрев я говорил пожалуй нет и в итоге выбрала какое-то одно блюдо а то пара они даже не смотрели на ценники они брали и брали десерты и прочее их подноса были заставлены яствами мне подумалось вау сколько же надо иметь денег чтобы вот так заполнять поднос слово сказать через некоторое время их арестовали за торговлю наркотиками но это совсем другая история и так их изобилие казалось временным и проистекала из неправильного источника моя книга сила настоящего она стала результатом того что сначала я целиком посвятил себя при внесении просветления свою собственную жизнь затем я стал консультировать других я обучал много лет прежде чем сделал первую запись на бумаге раз в месяц я устраивал семинары я тогда жил в девушке сомерсед при городах англии и с разными оказиями ездил в лондон или куда-нибудь еще проводить семинар еще мы еженедельные лекции в б и б куда часто заходили люди б и б английская кровать и завтрак мини гостиница или частный дом где предоставляется ночлег и завтрак в каждый воскресный полдень я выступал с духовной беседой а люди делали пожертвования так продолжалось несколько лет иногда я встречал людей вполне готовых для духовного обучения я осознавал ценность моего вклада но видел что дело шло очень медленно мне удалось повлиять на жизнь нескольких человек но их было немного денег вполне хватало чтобы жить дальше все шло нормально и вот однажды я сидел под дубом в деревне сомерсед и ко мне пришло что возможно следует попросить об интенсификация моего вклада в этот мир неподалеку была деревенская церковь я зашел туда было пусто как это бывает в прелестных деревенских церквях в англии я был один и я сказал пожалуйста я хочу ускорению моей функции в этом мире моем преподавании в тот самый момент как я произнес эти слова где-то в глубине себя я почувствовал энергетический отклик очень мощная но приятная энергия невероятный прилив сил я повторил свою просьбу несколько раз и пошел домой на следующий день дома я повторил ее еще несколько раз обычно в аффирмациях не используется оборот я хочу но тогда я сказал так и все получилось в аффирмациях вы утверждаете нечто как если бы она уже была свершившимся фактом но я сказал я хочу и в тот момент событие было там на внутреннем уровне произошла интенсификация время от времени я записывал то о чем я раньше не знал и что сама выговаривалась из моих уст во время мастер-классов некоторые мысли возникали в процессе консультации но там было очень медленное письмо просто случайно и вот через несколько дней после начала ускорения я увидел как все будет развиваться я взял лист бумаги то что я нарисовал обычно называется образом возникшим на экране внутреннего зрения экран внутреннего зрения это место куда видеообразов проецируется то что вы представляете себе словами и тогда вы уже чувствуете некую реальность я не получил каких-то особых видений было лишь очень сильное чувство и это должно случиться мне нужно чтобы это произошло это произойдет я нарисовал центральную часть образа духовное учение это было своего рода светящаяся . или солнце и раскрасил его а рядом была книга затем я произнес много утверждений наподобие моя книга меняет жизнь миллионов людей книга которую я пишу переведена на множество языков я путешествую по всему миру меняя сознание людей я все зарисовал окей и так у меня внезапно возникло видение которое исходило из некоего центра и изображала собой духовное учение это была книга затрагивающие миллионы людей она переведена на бесчисленные языки обильные деньги приходят ко мне в результате чего еще больше меняется человеческое сознание все это было единой картины я раскрасил его разнообразные цвета на следующий день я посмотрел на рисунок все выглядело хорошо я убрал его и продолжил жить как обычно прошло несколько недель месяца три ничего не случилось я во всем забыл и вот однажды я проснулся с невероятно сильного чувством мне нужно сменить место жительства я не знал почему но чувство было очень сильно надо переехать на западное побережье северной америки на следующий день это чувство оставалось на своем месте так что она не была мимолетной прихотью я бы не стал действовать из-за спонтанной мысли чувство оставалось день за днем не буду вдаваться в подробности но я повиновался я продал все покинул англия и отправился на западное побережье сначала ванкуер затем в калифорнию у кого-то из моих друзей там были знакомые когда я приехал я спросил себя что я тут делаю но ведь что-то привело меня сюда друг моего знакомого предложил мне свободную комнату в его квартире я просидел дома неделю или две я почти никого не знал а затем возникло непреодолимое желание купить блокнот я почувствовал поток энергии он спросил что такое просветление я записал я понял что это было начало затем поток энергии приходил каждый день началась работа над книгой я уже забыл что когда ты просил об ускорении потому что прошло несколько месяцев но сейчас я действительно испытывал ускорение и все же почему нужно было перебираться на западное побережье и я понял это только когда и стекла моя виза я вернулся в англии у меня больше не было дома я остановился в сообществе потом записи прекратился когда я снова вернулся на западное побережье будто британская колумбия или ванкувер или калифорния не имеет значения потом записи возобновился я понял что для написания книги я должен войти в это особое энергетическое поле западное побережье северной америки ускорение продолжалось активно приходили мысли записывание не прерывалась и в конечном итоге публикация спустя несколько лет я пересматривал содержимое своих старых коробок неизвестным образом переживших мои многочисленные переезды сила настоящего получила огромный успех книга повлияла на жизнь миллионов людей я перебирал в руках старые вещи и наткнулся на рисунок который сделала несколько лет назад работа над рукописью заняла года три затем время на публикацию общие сложности прошло 67 лет я с удивлением посмотрел на рисунок и вспомнил что это ведь я нарисовал его я сказал свершилось невероятно но это то что и вы можете сделать наслаждаясь только энергией процесса на экране внутреннего зрения вы можете увидеть как вы можете повлиять на мир но увидеть не столько то что вы хотите получить от мира сколько то что должно выйти в него посредством вас здесь есть разница спрашивайте ничего я хочу достичь в этом мире а что должно случиться через меня что мир просит меня сделать причем речь здесь идет не столько внешних факторах сколько желание расположенного в округе него сознание что хочет родиться через меня в этот мир не обязательно книга это может быть ваше занятие в жизни что-то простое но что вам нравится возможно у вас есть особые качества которые влияют на людей неважно какое так много всего может быть сознание проявляет себя множеством способов наступает тишина и покой вы говорите вот она если вы еще не знаете своего предназначения не всем нужны утверждения и техники манифестации если вы найдете что-то одно что станет генеральным каналом через который сознание будет входить в мир это сделает вашу жизнь творческой вы обнаружите что этот канал может спонтанно расширяться интересно если бы я не произнес те слова прося об ускорении что произошло кто знает никто не знает вероятнее всего его по-прежнему жил в англии и учение бы медленно развивалась возможно к настоящему моменту благодаря семинарам я бы повлияла на несколько тысяч человек и тому подобное постепенный медленный рост был единственной возможностью но это было бы хорошо однако ускорение принесло учение во весь мир в процессе написания села настоящего это примечательно я испытывал громадное удовольствие интенсивность творческого потока была велика впечатление будто книга уже была где-то там она просто хотела чтобы я не то чтобы она мне была продиктована я использовал свой разум или не я его использовал сознание великое сознание незаблокированное моим эго использовала мой разум как инструмент так что не мало диктанта как такового хотя работа была явно чем-то инспирирован я знал что делателем был не я все просто происходило посредством меня однако никакой гарантии успеха не было помню как во время работы над силой настоящего я купил пособие как самостоятельно издать свою книгу потому что я думал может я сам смогу опубликовать его когда все закончится и так я прочитал пособие возникло несколько интересных идей помню одно предположение из руководства и не воображайте себя на ток-шоу опры это был совет начинающим писателям потому что автор пособия полагал что большинство творческих людей есть необоснованное ожидание того что возможно я не представлял себя опры ты даже не приходила ко мне в голову иди на передачу копы нет я никогда не думал оказаться опры и я не знал каким образом книга выйдет в мир помню я говорил себе если удастся продать несколько сотен экземпляров это успех потом я просто займусь чем-нибудь другим буду продавать помидоры не знаю почему эти слова пришли ко мне стал бы я торговать помидорами скорее всего не однако тогда пришли именно эти слова мне было бы хорошо чем угодно да но книга должна была увидеть свет интересно несколько раз люди спрашивали меня что ты пишешь пишу книгу книгу о настоящем моменте разве идея не старая рамдас уже сделал это тебе следует подумать о чем-нибудь новом конечно это не остановило меня энергия была слишком велика чтобы я казался в сомнении когда у вас есть ментальное видение цели и вы чувствуете силу за своим видением будьте очень осторожны и не слушайте людей которые говорят что это невозможно или что это плохая идея если у вас уже есть услуга или продукт и теперь вы хотите ускорение вашей деятельности убедитесь высоком качестве того чему вы хотите придать ускорение нет никакого смысла в утверждениях о том что вы знаменитый певец или известный музыкант который вдохновляет миллионы людей если вы не настроены на серьезную работу мало сказать но я хочу быть известным певцом или известным музыкантом и при этом заниматься три часа в неделю ты не посвятил самого себя работе иногда у людей бывают иллюзии о том в чем они хороши много лет тому назад когда у нас было кабельное телевидение и вообще-то не смотрю телевизор но была одна программа под названием американский видов уверен все ее видели самыми смешными для меня были отборочные этапы сотни людей выстраиваются в очередь им дают три минуты чтобы выступить на сцене забавно видеть как много людей полностью заблаждаются по поводу своих талантов иногда самые изурядные певцы самым ужасным голосом думают что они самые великие конечно они очень разочарованы когда им говорят что они не прошли люди могут обманываться в своих способностях не только потому что у них их нет они не вложили туда никакой энергии у них есть лишь идея здорово быть рок-звездой я думаю что я могу быть рок-звездой почему я не могу быть рок-звездой всему чего вы хотите достичь вы должны быть преданно целиком прилагать все усилия и наслаждаться тем что вы делаете сфокусированная энергия должна течь ваше увлечение каким бы оно ни было нет смысла применять аффирмацию если ваша услуга или продукт недостаточно разработан чтобы его распространять вовне там было бы уместно использовать аффирмацию мне нравится то чем я занимаюсь мне нравится и это хорошо в англии несколько лет я жил многоэтажном доме моя квартира была на втором этаже на первом уже у музыкант классическая пианистка она не была широко известна хотя люди уже знали имя я мог слышать ее рояль каждый день она занималась по пять часов в день каждый день конечно я не хотел бы чтобы все время звучало музыка но она была фоне это была классическая музыка так чтобы все было хорошо много лет спустя я снова заметил ее имя в газете она стала всемирно известным пианистом но она занималась по пять часов день она любила свое дело потому что если вам не нравится то что вы делаете вы не будете упражняться по пять часов в день начал загоните себя в стресс и заболеть но если ты любишь свое дело ты отдаешь себя целиком если у вас есть только эгоистическое желание стать великим пианистом очень маловероятно что у вас получится потому что яга не даст вам полностью отдаваться процесс вы будете слишком сосредоточена на том куда хотите попасть помните утверждение о том чего вы хотите достичь находится в здесь и сейчас она в настоящем времени вы используете его только в течение короткого периода остаток дня вы проводите отдавая всю полноту внимания тому что вы делаете самое пристальное внимание какое бы направление деятельности вы для себя не избрали в большинстве случаев вы столкнетесь с препятствиями особенно привнося в мир что-то новое но не обязательно может случиться что все двери сразу откроется перед вами возникнет что-нибудь значительно однако как правило создавая что-то необычное вы встречаете людей которым это не нравится они или недоверчивы или завистливы и не ценят ничего нового они могут попытаться вас саботировать возможно мировые структуры станут помехой тому что вы делаете вас могут начать критиковать воздвигать всевозможные барьеры появятся бесполезные люди если вы писатели ваша рука висят клоняна это нормально множество знаменитых книг в свое время были отвергнуты 50 издательских компаний отказались от них а затем авторы самостоятельно их опубликовали и книги стали бестселлерами такое бывает как вы справляетесь с отказами неприятностями сейчас у нее есть в сообществе слова сообщества не совсем подходящие потому что это не сообщество люди не ведь иногда говорят что пытаются привнести что-то новое затем с первым же препятствием они жалуются может быть мне не следовало начинать потому что если бы я должен был это сделать то все бы открылось для меня все было бы легко может быть вселенной не хочет здесь требуется мудрость надо очень внимательно посмотреть и при первых трудностях не спешить сдаваться проявите настойчивость и опять же мудрость посмотрите на ситуацию могут быть случаи когда вселенная говорит вам что вы избрали неверный подход первое второе третье препятствие еще не означает что вселенная не желает чтобы вообще делали это да верно если вы определились с направлением своей активности она хотя бы в некоторой степени согласуется желанием универсума ваши действия наполняются силой какой-то момент вы ощущаете в себе энергию который раньше не было когда это происходит вы чувствуете это она но до того может потребоваться самообладание самообладание является составной частью процесса получения силы ваша уверенность активирует ее но поначалу вы можете столкнуться с препятствиями сила не может немедленно оказаться на месте события может и оказаться хотя в большинстве случаев это не так так что не надо сразу опускать руки при возникновении препятствий они обязательно возникнут теперь одна очень важная вещь вот вы активно стремитесь к своей цели но возникли неприятности очень легко выяснить вернулась и ваша коллега посмотрев на то как вы справляетесь с помехами виде людей или ситуации я имею ввиду что препятствие может быть и ситуация вы спешите на важную встречу но опаздываете на самолет или он отменен он может быть вселенной не хочет чтобы я успел на собрании это просто препятствие которое возникает как вы справляетесь с ним если она вызывает вас негативная реакция значит вернулась его у вас есть эгоистическое желание эгоистическую привязанность к результату когда вы сталкиваетесь с препятствием смотрите на него внимательно что я могу сейчас сделать как обойти эту преграду или как я могу использовать неудачу возможно вы даже сможете конструктивно ее использовать вы меняете свой подход к событию каким бы она ни была и так вы обходите преграда на пути вы не боретесь особенно если помеха приходят в виде других людей вы не нападаете на них я имею виду они нападаете вербально не физически вы не атакуете их потому что нападение это всегда признак эго теперь как общаться с теми кто по-видимому решил саботировать ваше начинание если ваше эго не вовлечено в происходящее если вы в согласии с не в условленном сознании тогда великий разум вселенной действует через вас и у вас нет негативной реакции вы просто смотрите на ситуация вы смотрите что возможно может быть вам придется изменить свой подход возможно на какое-то время надо отойти в сторону возможно нельзя ничего сделать возможно есть что-то что вы можете сделать но здесь нет враждебности если возникает раздражение по отношению к препятствию вашей до вернулась либо что она была с вами самого начала только вы этого не знали его может проявиться на более поздней стадии когда вы активно увлекаетесь процесс это может внедриться всегда и все что вы будете делать станет загрязненным и тогда готовьтесь к фрустрации к разочарованию и в конечном итоге к страданию в условиях конкуренции скажем у вас есть продукт или услуга при наличии сильного эго вы будете воспринимать конкурентов как ваших врагов обо всех кто предлагает аналогичную услугу вы будете отзываться плохо все это я к предлагайте продукт наилучшего качества и не беспокойтесь если другие начнут предоставлять аналогичные услуги об этом будет переживать только я к действуйте из полноты они из нехватки чего-либо повторю еще раз инга всегда будет думать в терминах нехватки вы будете искать как недостающие восполнить со стороны а это не путь силы созидать из полноты означает что вы действуете из полноты бытия полнота интересное слово еще один способ описать трансцендентное измерение полнота кажется противоположностью пустоте о которой говорил бога и который я перевожу как простора пространство и все же когда вы соприкасаетесь с трансцендентным измерением это и полнота и пустота это не дифференцированная сила не дифференцированное сознание трансцендентное похоже на золото на чистое золото из него можно сделать украшения и много других красивых вещей но в своем не дифференцированном состоянии все они есть золото также и полнота жизни которую можно назвать пустотой на трансцендентном уровне она не имеет формы сознание не имеющие формы пространство это сознание вопрос в том можете ли вы постоянно чувствовать его на заднем плане я чувствую его все время это чистое золото так сказать которые затем становятся словами или действиями или мыслью возникает огромная новая физическая реальность сознание принимает форму из бесформенного образуется форма в конце концов все формы возвращаются в не имеющие формы да так что не слишком привязывайтесь к созиданию форм потому что форме осуждено снова раствориться и не уготована долгая жизнь но ей дана определенная функция чтобы наслаждаться и в этой замечательной игре форм в которые вы сейчас вносите свой вклад все является частями растущего сознания сознание обретает полноту идея нехватки проистекает от эго во вселенной нет недостатка есть бесконечное изобилие если вы ищете изобилие не в том месте тогда да есть дефицит если мы думаем что единственный способ получить энергию это использовать ископаемое топливо или что-нибудь в этом роде то во первых она не собирается быть вечно не там надо искать неисчерпаемую энергию примером изобилие вселенной может служить солнце каждую секунду она излучает невероятное количество энергии посмотрите как природа производит семена миллионы и миллионы семян непрерывное размножение форм жизни бесконечное изобилие и так вселенная это обильная вселенная мне нет нехватки только если вы ищете изобилие в неверном месте тогда будет недостаток так что убедитесь что у вас нет негативных идей относительно денег деньги за просто символ энергии в нашем измерении да есть очень богатые люди которые ничего не привносят в мир так есть есть люди для которых деньги азартная игра то есть многое из того что происходит на фондовом рынке азартная игра все в этом знаем придумывается самые замысловатые схемы многие на них богатеют но есть и те кто делает существенный вклад в мир и когда вы создаете что-то ценное неважно в какой форме почти неизбежно деньги приходят к вам их будет более чем достаточно не забудьте затем пустить их в оборот чтобы некоторых раздражает что у кого-то скопилось много денег как можно одному человеку позволить иметь столько денег не знаю сколько миллиардов убила гейтса я имею ввиду в какой-то момент он понял что иметь так много денег становится бессмысленным и он отдает около 95 процентов своих доходов бесчисленным благотворительным организациям некоторые из них да я действительно стараюсь облегчить страдания людей это замечательно но стремятся ли они изменить человеческое сознание я не знаю облегчать страдания это хорошо но можно бороться с проблемами этого мира на уровне средствий а можно обратиться к уровню причины и можно взаимодействовать с обоими уровнями в одно и то же время если вы помогаете нуждающимся людям это прекрасно но вы влияете не на причину а на следствие поскольку человеческие страдания являются средствием дисфункции коллективного сознания бессознательность в конечном итоге основной источник страдания дисфункция коллективного человеческого ума вот где страдания одни люди причиняя другим людям страданий больше чем например природное стихийное бедствие итак мои главные мысли я обращаюсь в основном к причинному уровню страдания при этом замечательно помогать нуждающимся до тех пор пока вокруг этой помощи у вас не формируется идентификации вашего я пока вы не стали полагать что вы супер затем вы начинаете осуждать других за то что они не делают того же самого еще одна важной частью манифестинга является вибрационная частота вашего существа всего вашего бытийствования тут начинается практика осознания внутреннего тела когда вы направляете внимание на внутреннее тело и чувствуете пронизывающую его жизненную энергию вы фактически повышаете частоту вибрации всего вашего существа каждой клеточки тела а всякая негативная мысль понижает частоту колебаний так что даже если вы никогда не будете практиковать никаких манифестаций но продолжите жить на относительно высокой частоте энергетических вибраций вы будете привлекать к себе относительно приятные переживания и ситуации не то чтобы вам не будут бросаться вызов нет такой жизни в которой для вас не будет испытаний но по большей части вы не слишком часто будете соприкасаться со всем уж неприятными людьми будет непросто да и тут и там люди сталкиваются с трудностями однако есть соответствие между вашим жизненным опытом вашей реальностью и чистотой вибрации вашего существа сюда входят и мысли обычно они заключают в себе ваше преобладающее эмоциональное состояние а также на них влияет совокупная частота вашего тела которые становятся выше когда вы осознаете внутреннее тело также и с присутствием чтобы присутствовать нужно осознавать внутреннее тело оно становится частью чувства присутствия поэтому когда вы заметили ухудшение настроения важно вовремя осознать его чтобы она целиком не взяла вверх поймайте себя чтобы не отождествиться с депрессией скажите о это лишь настроение оно накрыло меня снижение частоты вибрации вашего бытийствования может выражаться как беспокойство или как нигеристические мысли дано все бессмысленно в чем смысл мир ужасен я не могу ничего изменить люди невыносимы все для себя а духовные учителя особенно эти старые лицемеры и прочее всевозможные высказывания других людях если вы хотите развить тему почитайте в интернете что люди говорят о других но по какому праву это говорит эго она хочет критиковать и уничтожать тех кого даже не знаете для вас они лишь персонажи некого сценария поэтому вы нападаете на всех этих людей эго пытается укрепить себя но тщетно так что будьте очень осторожны потому что все это препятствие на вашем пути манифестирование вашей жизни как говорит обра манифестирование лучшей жизни хорошие цель наблюдайте за препятствиями возникающими в уме критицизм недовольство дело не других неправыми тем самым утверждая свои против это все препятствия можно выучить техники манифестации можно по два раза в день сидеть у себя в комнате проговаривая я богат и во всем добиваясь успеха или более конкретно моя компания развивается или я генеральный директор компании я развиваю и затем весь оставшийся день вы критикуете других и жалуетесь что они делают все не так и что вы находитесь не то вы постоянно рассогласованы с настоящим моментом ежемоментно вы отрицаете свою манифестацию на следующей встрече мы рассмотрим вопросы связанные со здоровьем что можно сделать для вашего физического тела посредством сознательной манифестации полезно это или нет мы рассмотрим также и несколько других вещей и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране